На самом деле, ну, у всех своя правда, я так скажу, мы не знаем все детали, мы не знаем всей правды. Я с вами не согласен. Я считаю, что мы все знаем правду. Ты скрипач? Да, культура, конечно, у вас оставляет желать лучшего. Согласен. Ты скрипач? Нет, я не скрипач. А где вы здесь скрипку увидели? Сзади. А, это не скрипка. Нет, это не скрипка. Это другая концентрация. Это не скрипка. Я забыл, как называется этот инструмент. Назовем большая скрипка. Ты играешь на ней? Это значит на вас большое полотенце, да? Виолончель, вроде. Нет, это не виолончель. Но уже близко. А что? А что это? Контрабас. Контрабас. А как виолончель тогда выглядит? Она меньше. Надо бы закупить. Да. Как вы сказали еще раз, это называется? Контрабас. Инструмент. Контрабас. 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 И вы играете на нем, да? Нет, я не играю на контрабас. Нет. А вы чем занимаетесь в рулетке? Я учусь. В рулетке вы учитесь? Нет, я говорю, то, чем я занимаюсь по жизни. И на кого учитесь? На инженера. Понятно. А в рулетке что вы обсуждаете? Что вам интересно обсуждать? Людей. Людей? Люди – это самое интересное животное, я считаю. Понятно. Ну, давайте обсудим, кого вы хотите обсудить. Давайте Путина обсудим. Как вы думаете, какое он животное? Путин, я не думаю, что он животное. Но он очень умное животное. Он умный? Да. Я считаю, что он недоразвитый. Почему? Потому что умный человек в 21 веке те действия, которые совершает этот недоразвитый Путин, не будет делать. Это только действительно мерзавец и недоразвитый может совершать такие действия. Например, какие действия? Захваты чужих территорий. Рассказывать о том, что там какая-то история, что кого-то когда-то было. Узурпировать власть. Становиться тираном. А почему это действие недоразвитого человека? Потому что мы живем в 21 веке. Это все осталось в прошлом. Вот, например, в прошлых веках считалось доблестью, честью прирост территорий, захват территорий, объявление территории своими и так далее. А в 21 веке, нет, так никто уже не живет. Люди, наоборот, открывают границы друг перед другом, то есть страны, я имею в виду, да, и обмениваются знаниями, созидают вместе, создают что-то совместное. Они захватывают один другого. Вот есть, например, Евросоюз, да, страны, которые воевали между собой веками, сегодня живут без границ, например. Вот это, я считаю, это развитие. А он, это недоразвитость. А что, если страна перешла в все черты дозволенного? Это какая страна перешла в все черты дозволенного? Ну, Донбасс. Ну, не страна. А кто, ну, а кто определяет? Я понял. А кто определяет, перешла страна в все дозволенности или нет? Вот кто должен определять? Пострадавшие. То есть, когда Россия сравняла землю и Чечню, да, там, 300 тысяч погибших и 40 тысяч детей, в принципе, любая другая страна должна была заходить на часть территории России и захватывать территории России, говорит, так как у вас там в Чечне проблемы были, поэтому мы сейчас под шумок эти территории к себе присоединим. Ну, по вашей логике так получается? Вас плохо слышно, повторите, пожалуйста. Я говорю, по вашей логике получается так, что когда война была в Чечне, и когда Россия равняла Чечню ну, просто с землей, да, 300 тысяч погибших было и 40 тысяч детей, по вашей логике, любая другая страна на основе этого, ну, говоря о том, что у вас там война в Чечне идет, поэтому мы сейчас зайдем к вам на вашу территорию, захватим какие-то области, а оправданием будет служить то, что у вас там в Чечне что-то нехорошее происходит. Правильно? Ну, так в Чечне уже не идет война. Я говорю, когда шла, у России кто-то захватил какие-то части территории? Нет. А почему? Потому что тогда Россия была могущественной страной, и все боялись ее. Что значит могущественной страной? Что значит боялись? Опять вы говорите про недоразвитность? Сегодня нужно бояться, потому что сегодня в 21 веке страны живут по-другому. Страны сегодня созидают вместе. Вот я с вами начинал. Хоть 25 век, но вы поймите эту натуру человечества. Перед властью все боятся сильного соперника. Это страшно. Украинцы не боятся. Другие страны не боятся. Это крепостные боятся. А раб, он имеет право на восстание. И в истории таких случаях было много, когда рабы поднимают восстание, сбрасывают диктатора, или он бежит, только пятки сверкают. Вот даже недавно такие происходили действия в разных странах. Вы говорите про Россию, а Россия, а Россия, что еще раз? Рабы когда победу одерживали, скажите мне, пожалуйста, сколько восстаний? Очень много. Ну сколько восстаний было? Да практически во всем мире. Вот называйте любую страну, там было восстание. Франция. Вот называйте любую страну. Ну восстаний было очень много, но не всегда это давало желаемых результатов. Все равно практически это давало желаемые результаты. И все равно человечество двигалось вперед, а от рабства человечества избавлялось. То есть вы же понимаете, что сегодня в мире нет того рабства, которое было, условно говоря, там 300 лет назад, правильно? Да. А как так получилось? Что человечество ушло от этого? Если вы говорите, что это все звери и так далее. Рабство на сих пор есть. Где? В России, например. Во всем мире. На данный момент в рабстве больше людей, чем было 100 лет назад, более. Даже больше. Серьезно? Да. А что такое рабство? Дайте мне определение. Рабство – это когда вы удерживаете человека против его воли. Вот в разных странах, например, в Европе, или Соединенных Америки, или Австралия, Канада, Украина та же, да? Ну, сейчас в Украине война, это другая история. Но вот человек имеет право, если он решил так, заработать деньги и поехать жить в другую страну, или уехать с того места, где он находится. У него есть свобода передвижения, находиться там, где он хочет. У человека есть возможность критиковать власть? Говорит, мне не нравится то, что делает мой президент, например. Мне не нравится мое правительство, я буду выходить… Зависит. Ну, зависит от страны. Ну, я же говорю про свободные страны. Вы говорите, что везде есть. Получается так, что человечество пришло к тому, что люди сейчас имеют больше свобод. Как устроено созидание вообще в мире? Чем больше свобод, тем меньше запретов. Тем меньше свобод, тем больше запретов. Вот Россия сегодня, она становится на те же самые грабли, что и условных там 17-18 век. И чем дальше будет это все двигаться, тем свободы будут закрываться все больше и больше. А узурпатор, я говорю про недоразвитого Путина, он всегда будет делать так, чтобы запретов было больше для того, чтобы диктовать всем какие-то свои прихоти. Потому что на сегодняшний момент, вот он больше всех хочет войну, Путин. Почему? Потому что для него война – это способ удерживать власть, продолжать удерживать власть. И способ оказать его авторитет, да. Авторитет у него и так был. У него было все у Путина. Ему же никто, в принципе, не мешал. Но то, что на него выканул Зеленский, это показывает, что он поверил в себя, значит, он думает, что он посильнее Путина, а Путин должен доказать обратное. А что, Зеленский напал на Россию? На самом деле, ну, у всех своя правда, я так скажу. Мы не знаем все детали. Мы не знаем всей правды. Я считаю, что мы все знаем правду. Она очень простая. Да нет. А потому что вы должны ответить просто себе на вопрос, кто на кого напал, и все становится на свои места. Получается так, что когда Гитлер нападал на Советский Союз или на другие страны в Европе, тоже было не все так однозначно. Мы всего не знаем, мы вообще тогда не жили, правильно? Да. То есть, получается, по вашей логике, Гитлер тоже был прав. У него своя правда была? Ну, это уже не по моей логике. Это уже доказано, что Гитлер напал на Советский Союз. Так и доказано, что Путин напал на Украину. Это уже неоспоримый факт. Спорить с этим просто бесполезно. Ну, я доказательств не видел, по крайней мере. А что такое нападение? Нарушение? Я сейчас сформулирую. Вооруженные силы России выдвинулись на территорию суверенной страны Украина своим военным контингентом? Да. Вооруженные силы России захватывали части суверенной страны, территории, объявляя их своими? Да. Как это называется? Нападение, захват. Или военная агрессия. Да. Поэтому я жду, это неоспоримый факт. То, что Россия напала на Украину, это неоспоримый факт. И поэтому можно смело сегодня заявлять, что Россия не права, а Украина права. Ну, а как вы смотрите на войну между Израилем и Палестиной? Это, в принципе, тоже все звенья одной цепи. Я считаю, что вообще в мире то, что происходит, вот самым большим взлом на сегодняшний момент является Россия. Вот там, где Россия есть, там будут войны, там будут происходить разного вида ужасные вещи. То же самое происходит и с Палестиной и Израилем. Как вы думаете, почему сегодня Россия поддерживает Иран, а Иран поддерживает Россию? Иран. Не знаю. Но есть что-то схожего? Или есть какие-то вещи, которые очень похожи между собой? Вот в России и в Иране. Но они оба против США. Нет, ну это ладно, против США. Но в Иране есть диктатура, есть узурпация власти и есть именно тирания. И в России есть то же самое. Можно говорить о каких-то инструментах разных, да, и так далее. Но тем не менее, и там, и там. То же самое сегодня диктаторы поддерживают один другого, а свободно-демократические страны поддерживают тоже одни других. И вот сейчас идет война цивилизаций, недоразвитых и созиданием и развитием. Как только с России разберутся, вот мир весь разберется, порядок будет в принципе везде практически. Потому что Россия сегодня является угрозой всему человечеству. И как бы это ни звучало даже парадоксально, но и таким даже странным, как Иран. Потому что люди в Иране, в принципе, многие устали от того, что сейчас там происходит. Они бы с удовольствием жили бы в свободной, развивающейся в стране. Вы бы в какой стране хотели жить? В свободной или с диктатурой и так далее? С тиранией? Свободной. А как вы думаете, почему в России вот очень мало людей готовы выступать за свои права? Открыто. То есть понятно, страх и так далее. Но вот почему нет этого активного меньшинства, которое в принципе может смести путинский режим? Ну, они не смогут просто. А почему в других странах получалось? Ну, это другие страны, в том-то и дело. То есть Россия обречена? Ну, так как вы так думаете, что Россия обречена? Пока Путину власть, думаю, да. Хорошо. А что вот нужно сделать для того, чтобы Путина не было в власти? Есть какие-то рецепты? Лишь смерть Путина, я считаю, и все. А если вот Путина нет, к примеру, да, вот давайте допустим, так, Путина нет. Какие изменения будут в России? Или все-таки дело не в Путине, а дело именно в коллективном Путине, да, который находится в голове у каждого человека в России? Ну, у каждого, так скажем. У большинства, а у многих? Я думаю, в коллективном Путине, да. Но у каждого в голове. Ну, вы знаете, да, что сейчас происходит на территории России? Уже в Курской области, правильно? Путину не выиграть. Почему? Потому что Украина это первое, это А, это не маленькая страна, в принципе. И если даже брать по соотношению с Россией, то по количеству даже людей это не настолько много, если страна нападает. А второе, украинский народ это не крепостные, не рабы. Украинцы готовы сражаться за свою свободу и так далее. Никто не будет молчать, не будет преклоняться перед недоразвитым Путином. Да, но у Украины поддержка очень большая со стороны Америки. Вот почему они, скорее всего, выиграют. Конечно, в принципе, про это говорилось сразу. Америка сразу сказала, мы будем Украине помогать. Вот когда только-только это все начиналось, США сразу сказали, и России об этом говорилось. Путин, слушай, мы будем Украине помогать, не только Америка, и Европейский Союз, и Канада, и остальные страны, ну, свободного демократического мира. Все об этом говорили Путину, что мы будем помогать. А он решил, что он самый крутой. А получилось, что он далеко не самый крутой. И сейчас на него уже смотрят многие, те даже, которые когда-то смотрели на Путина с восхищением и говорили о том, что он действительно, посмотрите, какой он, всесильный и так далее. А сегодня они на него смотрят уже и понимают, что он живет просто в иллюзиях. Ну, тоже верно. Если у вас есть какие-то вопросы, я отвечу, нет, побегу дальше. Да нет, в принципе, все понятно. Ну, хорошо, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, вот так, друзья, да. Причем у многих из них изначальная точка, да, это то, что Россия мощь и так далее. И все равно через какое-то время им приходится соглашаться с тем, что они слушают правду. А против правды очень сложно сопротивляться. Друзья, я вам всем, как всегда, желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова